так хорошо вот сюда уже намного лучше когда вот и напротив света уже намного так это уже лучше все хорошо это прикинуло я сейчас пока не пить и кто сделал я искал этого это а у нас стоял и дирижировал самодеятельным симфоническим вот спектакль драматический напрягали мы актеры и артисты выборского дворца культуры да и вот выборском дворце культуры борисе годунов играет самозванца не 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 самозванца играл блаженного монаха а я играл самозванца блистательный вы что-то про красную рубаху там говорили нам на курсе что-то такое красная рубаха сама зла что какой-то такая метафора была которую не понял потому что я очень хотелось сделать я хотел сказать человеку мужу человек ну в принципе человек что я его всю жизнь богатую я признаю его гениальным а как я видела как он спектакли ставит это вообще необыкновенно историю расскажу маленькую я не знаю я тоже могу могу сказать была такая такая заплет молчанова и ручка ну мне там некоторые девочки говорили что ой ну почему он такой он вообще невыносимый невыносимый вы молчите ну вам невыносимый а мне выносимый нормально и однажды это Кира Молчанова пришла к нему на репетицию ну как он репетирует это уже сейчас не рассказать и не показать даже и вот после этой репетиции она подошла ко мне со слезами и сказала вот теперь я понимаю тебя вот вот а где происходят в Ленбурге в Ленбурге в Ленбурге надо репетировать этой женщине готов какие он спектакли ставят короче говоря я его обожаю я ему желаю здоровья чтоб мы были долго 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 вместе чтоб он не командовал надо мной это он очень даже любит по поводу любого по любому поводу я буду командовать в Ленбурге в Ленбурге дождалась вот я дождалась самое главное что можно сразу чтобы мы были вместе и чтобы вы нас тоже все радовали знаете как приятно знаете как приятно вас всех увидеть что это все спасибо вам супер ну еще конечно мы рады вас видеть над такими какими вы сейчас есть веселые легкие люди ура 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 ну давайте нам привет сколько сейчас кто сейчас это такой а потом да потом ничего не остается а потом ничего не остается и что ничего Передаем, передаем. Ребята, мне ловили слова. Ой, 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 товарищи. По всех параметрам воевал. Ой, ребята, горько! 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 Ой, я вам тебя не очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом через бис. Сейчас браво. Сколько уже вы вместе? Сколько лет? Семьдесят четвертого года. 44 года. Ой, какая ровная кота. Какая хорошая кота. Все делится на четыре. АПЛОДИСМЕНТЫ Четыре на четыре. Четыре на четыре. Четыре на четыре. Это золотая. А, 75 миллионов. Но между ними тоже есть вот эти 30, 40... Благодарность от учеников... ...ммм... 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 Благодарность от учеников училища Римского-Корсакова. И там Леонид сидит, он поддержит тоже нас. Такой пересеченный будет, диагональная, значит, до выступления. Ну вот, что мы можем сказать? Многие лето. Многое лето, многое лето, Многое, многое лето. Кто знает, присоединяйтесь. Многое лето, многое лето, Многое, многое лето. Нашему дорогому Олегу Маркевичу, Многое лето, многое лето, Многое лето. Ура! Как звучат и отпоют свое метели, Будет снова, снова будет звон капели. Ну, не знаю я слов. Нет, это слова. Отзвучат и отпоют свое метели, Будет снова, снова будет звон капели. Партончик. Парбончик. Парбончик. Он не смотрит на меня Люди, люди, позовите Он не умеет, не любит он меня А зачем же вы так приподнились? Заходите и позвольте все Я не виновата Слова мои пропали Поздравляйте в юбилях Ах, спасибо Я объяснила Мы остаём Адевича Понятно Противостояние народа Ах, дружище Да, можно Противостояние Тут же ещё не пускают пока А уже всё Боятся, говорим Ну Заневский, ну всё, недалеко осталось Сейчас ты иду, пришёл Давай, ждём Я прекрасно помню Знаете какие моменты Вот я громко буду говорить Короче, если ты зайдёшь в эту Евразию Вот меня сейчас не пустили А я помню на второй советской Сразу не увидишь Зайдёшь налево Таких хороших анекдотов И мне говорят Оля, выйди Знаешь, как берегли Ну хорошо, ладно Раз я вышла, другой раз я Оля, выйди А у нас там двенадцатиметровая комната Да И такая же двенадцатиметровая кухонька Ну я там потусуюсь Потусую где-то Мы там были Захожу можно? Ну ладно Оля, выйди Я говорю Так в конце В конце В конце В конце Нечто неприличное скажу А потом и говорю Ты маленькая А я говорю Интересно знать, пардон Спать я не маленькая А анекдоты слушать Ну по-моему Я уже по-моему Не доросла Вот так вот Почти он начинает Развращение Нечто Парни У них почти Сколько у нас Сколько Как говорится По искусству Театральному По театральному искусству После Той истории Что я рассказала О Борисе Годунове Мне пришлось Поступать К режиссеру Театральной Не знаю К автору Который многих Выпустил Художников Театралов А меня не взял После После игры После Проверки Как говорится Когда Присутствовал Там Игла Главный Зорин Зорин Как его Главный Московский Человек Который Диктовал Театральность Игла А и ты так же выступил и все это и до свидания я остался без обучения хотя я там нет школа обучения была мощная это выборском дворце культуры там была Татьяна Викторовна Сокова ведущая художника и режиссерства Александрийского театра и были там мастера которые управляли нами и Черноземом знаменитый художник по фехтованию знаменитый художник по спектаклям которые он потом стал ставить спектакли в театре Черноземов и вообще любимым театральным человеком а можно я твою биографию продолжил как наблюдатель со стороны а вот ты не продолжаешь там где я был меня позвал режиссер который заканчивал режиссуру Головин вот это я и делал чем Головин можно я продолжу а ты знаешь ты знаешь там все тонкости нет все я не знаю я художником был театра художником театра и все исполнял сам и писал большие картины огромные самые картины писал своей рукою за ночь как говорится афиши не имеешь ввиду нет не афиши а настоящие декорации он писал он всегда ездил на разовые спектакли при условии что он сам оформляет спектакли а потом еще искал играть и мне сделали как говорится меня поставили записали что я актер не просто записали а вот все грн не только меня не узнал я сказала что я поправилась сильно ну мне кажется вообще не меняется я не знаю пошел я и очень узнал пошел меня слушай ведь еду знаю что ты будешь вот так все афиши афиши годы афиши 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 годы это два три спасибо поем подожди так немножко грусти внесу ну немножко ну совсем она такая радостная вот она радостная какая радостная да это правильно потому что потому что его любила мама безумно не то слово безумно лялечку маленькую нячила до тех пор пока я на нем не женилась или наоборот не а у нас уже родители были такие ну даже не знаю как и сказать ну до сих пор как будто бы как будто бы все равно это с нами с нами с нами потому что все равно это все равно это все равно это вспоминается папу маму ну короче говоря давайте спасибо большое спасибо большое спасибо за то что мы так росли и так ну как шесть лет семь лет ну около шести так точно семь лет тридцать восьмого года я с рождения я родители не знаю не знаю ни в детстве не знаю сразу а потом меня кинули как говорится не отдыхать а спасаться с детским садом в город Буй в Владимирской по моему области и я туда там ехал и там жил все те годы без родителей не только я значит целая группа людей и вот когда я приехал сюда и смотрю это брат твой большой парень он воевал здесь старший сестра тоже она только что замужем за молодым офицером и в двухкомнатной квартире а мы жили с мамой на кухне чтобы дать им квартиру брату женой и сестре с мужем дать жить и мы жили на кухне и я помню что она меня отогревала только большая плита была такая настоящая плита были раньше такая печная печная да печная трава я на ней спал она немножко остывала но все равно теплая была я спал на ней и и вот однажды я вдруг очутился на пятом этаже моего дома и там где я живу на первом этаже жил я иду с пятого этажа и и не могу дойти до квартиры да где я жил то есть дверь понятно я снова поднимаюсь туда наверх прохожу как говорится этажами квартиры упираю там верхнюю и снова хожу вниз и не могу попасть домой я вот так хожу все время заплакал открылась там наверху дверь женщина какая-то вышла а говорит а ты чё мальчик как говорится ищешь ты кого ищешь я говорю да маму а может твоя мама там показала в своей квартире там за столом сидит женщина я говорю нет ну не знаю как ищи и снова не могу попасть я понимаете я хожу вниз ровно вниз и снова поднимаюсь вверх потому что я не знаю как туда попасть нету у меня хода нету двери открывать самому не могу открыть я не могу позвонить не могу это это сон не сон это я говорю я тебе говорю о том что ты подумаешь что это сон а это не сон это со мной что-то было и потом я смотрю в окно которое выходит на эту улицу смотрю вижу женщину там напротив другого дома смотрю там маленькие люди ходят внизу все стеклянные все плотную двойное стекло и как я очутился в том месте в котором я сейчас хожу я не знаю абсолютно не знаю но я оказывается держусь рукою за это стеклянную белые стеклянные за раму белые стеклянные по которым провода проходят изолятор как они называются изолятор не знаю изоляция а другой ногой стою на одном изоляторе который после этого верхнего внизу тоже изолятор стою одной ногой потому что второе я вытягивается и тапок не тапок а сапог падает вниз а за это я держусь то есть на столбе вы висите на на столбе я держусь на стенке стенка проходили тогда эти столбы по стенам и тогда во время блокады держали провода все понятно по стенам делали не делали так потому что любой взрыв все это нарушало а только такие стены были стою и держусь за эту стену вдруг оттуда от стекла которое не знаю как оно разбито у меня протягиваются руки женщины тот который меня говорила не та ли твоя матушка сидит там у меня нет я говорю она протягивает руки и хочет меня взять а я отвергаюсь так от нее и не даюсь не даюсь ей руки а что обидится потому что я нарушил я по-моему стекло разбил так вот не знаю и там началось внизу нет женщина с другой с другой с других женщины с другого окна напротив дома она она кричит мальчик прыгай там тебя держит одеяло внизу держит люди мол прыгай вниз я говорю ну как еще прыгай еще скажут мне там плохое там что-нибудь это прыгай я не знаю сколько там висел говорят часа два или сколько лет висел а потом потерял сознание видимо и летел и упал на на эти одеяла на эти тряпки которые протягивали и держали людей а потом я очнулся на руках лежу матроса матрос и мне так даже приятно стало матрос меня ворос там несет и они понесли меня через улицу во двор в дом и там по двору пошли чей ребенок чей ребенок это и наконец матушка вышла и меня взяла и потом в больницу в больнице очутился и месяц я лежал но не помню как я лежал и и и а и и Ждет меня жена, ой, красавица, Ждет меня домой, ждет печарица. Я вернусь домой на закате дня, Об нему жену на твою коня. Все для тебя. Все для тебя. Все для тебя. Кто-то сейчас. Молодец. Я не сдаваться. Я не сдаваться. Я за пол. Я вас разговариваю. Я вас разговариваю. Я ещё кого выдержу. Нет, мы! Мы! Вот мы к нему за байк! Не к нему за байк! Не дам а байк! А-а-а-а! Мальчичек! За молотой! За молотой пытается! Меня приведет ребята! Я — это ваш, значит, есть кто у нас? Кто? Клуборис и как его поправки! Но, к сожалению, не найдет ничего! Я готова! А у меня и кон�! Да я думаю, а не проще! Выскажите! Выскажите! Разве что поискать? Галкин! Веденас Галкин! Я не претендую на Пугачик! Веденас Галкин! Галкин!